Всем привет, мои дорогие! У меня солнечное морозное утро за окном, хорошее настроение, хоть и понедельник. Старшие все детки ушли в школу, я, как всегда, после утренней управы остаюсь с малышами. Еще у нас дополнительные каникулы у первоклассников, поэтому со мной здесь 5 человек. Даниил, самый старший, будет помогать мне. Даниил, собаки, собаки, собаки играют, поэтому всякие разные звуки сейчас будут в видео присутствовать. Ну, вообще, я хотела вас поблагодарить за ваши комментарии, за вашу поддержку, вот, потому что, конечно, мне очень приятно, что вы цените мой труд. Ну, труд, во-первых, как блогера, потому что вы меня видите на ютубе, и я исполняю свою такую миссию блогерскую, несу много информации, много, ну, где-то, может быть, развлекаю, где-то, может быть, что-то, где-то вас радую, вот, кто-то не выспался, да. И, во-первых, хочу еще сказать, что действительно сейчас очень у нас сложный период в плане стройки, ремонта, ремонта нашего дома, косметического, хоть и ремонт очень даже простой сам по себе, то есть всего лишь там обои поклеить, полы перестелить и натяжные потолки сделать, но, тем не менее, для того, чтобы это все осуществить, нам приходится переезжать из комнаты в комнату. И вот сегодня была первая ночь, когда мы спали на первом этаже все вместе, то есть 10 человек спали на первом этаже. У нас здесь всего две комнаты, одна из них очень маленькая. Вот, пришлось спать и на полу, вот, поставили двухъярусную кровать, поставили два дивана, разложили, вот, ну, так вот укладывались долго, конечно, потому что непривычно, ну, каждый друг другу мешал. Этот ремонт, конечно, был запланирован, естественно, не могу сказать, что мы не рассчитывали на какие-то свои силы, рассчитывали. Единственное, что я, как обычно, думала, что будет это какой-то объем, а один работы оказался совершенно другой объем работы. Почему? Потому что та бригада, которая мне сейчас делает этот ремонт, ну, она берет большие объекты, и если бы мы от них отказались после ремонта, допустим, одной комнаты, то когда бы они еще вернулись, неизвестно. Они берут сразу большие объекты, с ними работают. Вот, а у меня, сами знаете, уже и роды скоро будут, ну, скоро, не скоро, к лету. В любом случае, я поняла, что если уж делать, то делать все и сразу, чего бы мне это не стоило. Если мне придется занимать деньги, я их займу, если мне придется одалживать, я их одолжу. Ну, и в том числе я хочу обратиться к своим зрителям, которым не жалко нас поддержать в эту нелегкую пору, да. Кто хотел нас поддерживать финансово, поддерживайте. Сейчас ваша финансовая помощь очень кстати. И не суть важно, какая сумма будет перечислена. 10 рублей, 1 рубль, 100 рублей или 1000 рублей. Любая ваша сумма пойдет в копилку нашего ремонта, облегчит нам нашу участь. Потому что, конечно, не хочется зависать с ремонтом на несколько месяцев и ютиться с детьми с таким количеством в маленьких комнатах и кучей тут спать. Хочется побыстрее отделаться, хочется зажить и полной грудью задышать. Еще раз говорю, не стесняйтесь присылать маленькие суммы донатов. Это ваша поддержка, это ваши подарки. Здесь нет никакого лимита, никто вас не заставляет вообще донатить в принципе. Но и донатить большие суммы тоже не обязательно, потому что вас много. И, конечно, каждый человек решает, какая сумма для него не обременительна. 1 рубль, 10 рублей или 100 тысяч рублей, все бывает. Хочу также сказать, что некоторые люди считают, что мы тут зарабатываем миллионы, потому что мы же блогеры. Ну и, как бы сказать, снимаем видеоролики, получаем за них огромные-огромные деньги. И если бы это было действительно так, вот сами сейчас порассуждайте, сидела бы я тут перед вами и рассказывала, во сколько обходится этот ремонт. Нет, конечно, меня бы эта тема меньше всего бы волновала, потому что денег бы хватало бы на все. Я не говорю, что мы бедные или несчастные, или нам там кушать нечего. Нет, безусловно, нет. Конечно, мы хорошо живем, мы полностью обеспечиваем свою семью продуктами питания, хорошей одеждой, хорошим образованием. Ездим даже как-то развлекаться куда-то, да, там с детишками. Конечно, на все это у нас хватает средств. Но когда мы берем большие проекты, такие как стройки, ремонты и так далее, без вашей помощи нам становится намного тяжелее. Вы приближаете наше будущее. И я еще раз вас хочу поблагодарить за то, что вы есть. Любая поддержка, даже ваш комментарий, даже ваш лайк пойдет в пользу. И мне придаст много-много сил и энергии для того, чтобы действовать, чтобы идти вперед. Поэтому не стесняйтесь, пишите комментарии побольше. Наверняка знаете такую пословицу, которая ходит в народе. «Не верь, не бойся, не проси». Это, честно говоря, тюремная поговорка. И, к сожалению, она получила распространение в народе, как вот какая-то истина и какой-то постулат. Но, тем не менее, хочу оспорить каждое слово этой поговорки. Потому что не верить – это вообще самое последнее дело, которое может, ну, как сказать, осуществить человек. Верить обязательно нужно. Верить во все, что вам хочется верить. Я, например, верю, ну, начиная с того, что самого большого. Я верю в Бога, я верю в доброту людей. Я верю даже, можно сказать, в свои силы. Потому что мне тоже нужно верить в себя. И если я не буду верить в то, что у нас все получится, я, ну, просто, не знаю, сложу ласты, сложу крылышки, да. И ничего, толком не смогу осуществить никаких своих мечт. Ну, и, конечно, это очень глупо говорить, не верь. Не бойся. Бояться – обычное, инстинктивное такое проявление человека для того, чтобы… Даже для его безопасности. Потому что если бы мы не боялись, мы бы прыгали с крыши, да. Мы бы какие-то делали сумасшедшие вообще вещи в жизни. И это, ну, это странно тоже, ну, как бы слышать, что не надо бояться. Я, например, тоже, когда задаюсь вопросом, какие у нас цели, какие у нас планы, я тоже начинаю бояться, бояться своих мечт. Вот, потому что они у меня очень грандиозные, очень большие. И я считаю, что это правильно. Но как раз обратившись к своим зрителям, я понимаю, что бояться мне нечего. Потому что рядом со мной огромное количество людей, которые готовы нас поддержать. Вот. Так что вот так вот сказала, высказалась сутричка. Ну, это все было по мотиву вчерашнего стрима, потому что тоже многие откликнулись, перечислили итогово 3000 рублей за стрим. Это общая сумма донатов, которые на карту приходят и на которые приходят в Donation Allers. Вот. Я сейчас не оправдываюсь, не отчитываюсь. Как многие говорят, не надо отчитываться, это твои деньги, делай с нами что хочешь. Многие так и присылают даже донат, говорит, на то, что тебе нужно там, да. И я вас... Спасибо большое. И я вас очень сильно благодарю за это, потому что это действительно... Ваша поддержка, она... Ну, она очень... Она очень приятна, она очень полезна для нашей семьи. Вот. Большое вам спасибо. Буду детей уже одевать, кормить, а то они уже все здесь попросыпались. Знаете, я хотела в тишине и покое записать этот видеоролик. Тебе колечко мое дать, да? На колечко, да. Но на другом канале вы в полном объеме можете посмотреть, как продвигается у нас ремонт. Сегодня будет видео на мать-героине, поэтому подписывайтесь. Вот там стрелочка вниз развернуть описание. Там будет ссылочка для вас полезная. Я вас всех жду, очень люблю и надеюсь. Всем пока.